Здравствуйте! Обрыл весь интернет, не мог найти прополиванную систему. Сейчас расскажу, как устроил ее. Поливает она у меня 40 соток капельным поливом. И, честно говоря, может поливать даже немножко больше. Но 40 соток это оптимальный объем. Значит, устроено следующим образом. У нас насос Акварио АДК-30. У него производительная мощность 20 кубов в час. Или 30 кубов. Ну, то есть, в общем, по параметрам можете посмотреть в интернете. Это самый оптимальный насос, который я посмотрел. Думал поставить два последовательно для увеличения давления или параллельно для увеличения производительности. Но оказалось, что одного насоса вполне достаточно. Качают у нас из скважины обсадной трубы 110 мм трубу погрузили туда, 63-ю ПНД-шную трубу. Значит, выход выходит из скважины, заходит насос, выходит из насоса. Из насоса мы сделали сразу обратку. Для чего она нужна? Когда скважина у нас новая, непрокаченная, он гонит песок, она обсыпается. И первые минуты 3 мы качаем просто в каналу. То есть, мы включаем насос, все краны остальные закрыты, этот кран открыли, качаем в каналу. Потом закрываем этот кран и пускаем на нашу центрифугу. Центрифугу мы сделали из обычного газового баллона. Мы взяли автомобильный баллон, заварили вход. Вход идет в самом верху. Можно сделать чуть-чуть ниже. Вот так. И выход идет из центра. Труба запущена где-то, ну, у нас запущена вот так. Но из практики мы поняли, что можно и выше запускать. Ну, вот так где-то можно сделать. Выходит она у нас через сетчатый фильтр. Не сетчатый, а дисковый. Дисковый фильтр. И заходит уже на наши рукава, которыми мы поливаем через капельку. Еще есть одна такая хитрость, которую я тоже не знал, и нам пришлось переделывать. Мы запустили трубу, которая идет у нас, как вы видите, в колонку, выше насоса. Соответственно, когда мы закачиваем, видите, мы открыли кран и закачиваем колонкой. И получается, что сразу в насосе у нас уже есть вода. Нам не нужно как-то то ее заливать. Мы закачали, и сразу можем включать насос. Плюс за счет вот этого вот колена у нас все время есть вода в колонке. Постоянно мы не подливаем туда воду, она у нас практически всегда, то есть регулярно поливаем, она остается, даже если уходит вода. Думаем улучшить систему тем, что поставим обратный клапан здесь на входе в насос. И еще одна такая... А зачем обратный клапан? Обратный клапан, чтобы не уходила вода. И таким образом нам вообще не придется закачивать. То есть вода все время будет в системе, мы можем включать в любой момент, и вода будет. А если вдруг будет включаться электроэнергия? Вот на этот момент как раз я хотел вам рассказать. У нас сейчас полуавтоматическая система. Если мы поставим обратный клапан, у нас будет автоматическая система. Мы можем ставить через таймер, который продается в любом гипермаркете строительном, мы можем поставить автоматическое включение. Сейчас у нас стоит только автоматическое выключение. Включаем мы руками, как я вам рассказал. Мы купили датчик давления. Он стоил 500 рублей. В магазине, где торгуют трубами и всем остальным для полива. Датчик давления мы вам покажем чуть позже. Суть в том, что когда мы его поставили на самом выходе, то есть когда он прошел центрифугу, прошел все, и если даже, допустим, забился наш фильтр дисковый, и там упало давление, то насос автоматически выключается. Также, если выключили электроэнергию и включили после этого, у нас такое периодически происходит, то система не включится, потому что там нет давления. Если бы был обратный клапан, то вариант был бы с водой работать дальше. Вот, теперь можно показать нюансы. А с какой глубины вы берете воду? У нас глубина, зеркало воды находится где-то полтора метра, но скважина 18 метров. Честно говоря, мы поняли из практики, что это маленькая скважина, нужно было буриться глубже, до 30, ну и может 50 метров. Не из-за того, что воды не хватает, а из-за того, что, потому что у нас речка рядом, а из-за того, что у нас грязная вода идет с песком. То есть нужно было буриться до более твердых пород, чтобы не на песок становились, а на какой-то другой водоносный слой. Вот, и еще один момент, который тоже забыл сказать. У нас внизу на выходе из центрифуги есть краник. Этот краник мы запустили в обратную трубу, вот которая идет. И когда мы его, когда мы включили полив, мы чуть-чуть приоткрываем этот краник, где-то на 40 градусов. Получается, что вода закручивается здесь, и за счет центробежной силы песок оседает вниз. Если краник не открыт, то она потом, когда он здесь осадит до какого-то уровня, начинает подниматься наверх опять. А так он постепенно все сходит у нас на сброс. Стравливаете поликоньку песочек? Да. Стравливаем песок. Ну, а какие нюансы еще есть здесь? Что там, те системы статуре в процессе... Вот это можно показать, если электрощиток, вам сейчас объясню на электрощитке уже электроника, чтобы сделать полуавтоматическую систему. Сейчас перейдем к электрощитке. Да. Теперь расскажу вам, как устроен электрощиток на эту нашу насосную систему. Вот вы можете видеть датчик сухого хода. То есть, если нет давления в трубе, которое идет у нас после выхода, как я вам говорил, то датчик отключает систему. У этого датчика, так как он дешевый, есть одна хитрость. Для того, чтобы его запустить, надо нажать кнопку. Слышали? Ну, насос заработал. А сейчас включить его можно? Ну, можно, просто у нас не закачана вода. А, понятно. Вообще вот, ну как бы. То есть, насос пошел. Вот, и есть такой нюанс. Допустим, у нас пожарные рукава для полива. И пока он нагонит определенное давление в пожарные рукава, то получается, что кнопку надо держать рукой. Для того, чтобы от этого уйти, мы сделали от автомата выход на выкновенный выключатель. И через этот выключатель пустили электричество и как еще один подход к электричеству к насосу. Получается, к насосу подходит два электричества. Первое. Через автомат и переключатель. Первое. Второе. Через таймер. Через наш датчик сухого хода на насос. Мы подключили через обыкновенную колодку для удлинителя. Главное не перепутать фазу и ноль. То есть, с отверточкой нужно тестером посмотреть. Вот. И получается, что я включаю сначала через выключатель напрямую. Насос нагнал давление. Когда я смотрю, что уже трубы надулись, все давление есть, поливается. С капельки начало сочиться со всех этих, по всей длине. Я выключаю выключатель. Отключить, да? И у меня идет электричество. Теперь через, ну, кнопку нажал. И у меня работает через датчик сухого хода. Соответственно, я уезжаю. На таймере я завел на сколько часов. Мне надо полив. Допустим, на 5 я обычно включаю на ночь. И уехал. Он меня сам выключает. Вот такой нюанс. Сначала мы сделали кнопку пускатель. И кнопка пускатель не пускает насос, если выключилось электричество. Но кнопка пускатель очень дорогая. И она не решает проблему, если вода ушла, если нет давления, допустим, забился фильтр. И давления нет, а насос все равно работает, потому что электричество не пропадало. Вот, собственно говоря, вот этот нюанс по электричеству. Все очень просто. Все покупается как бы за достаточно приемлемые деньги и можете устроить сами дома. Сколько это получается приблизительно в рублях? Приблизительно в рублях. Сама электрика, выключатель 150 рублей, 120 рублей, кнопка, не кнопка таймер, 200 рублей. Эта штучка 500 рублей. То есть автоматы не знаю, сколько стоят, не помню. И сам щиток в районе 800 рублей. То есть это все приемлемое. Самое дорогое из всего, что здесь есть, это насос. А самое трудоемкое по изготовлению это центрифуга под севу песка. Самое трудоемкое и требует как бы навыка сварочных работ, либо надо заказывать у кого-то. Также мы сделали все это на платформе, как вы видели, на которой я сидел, для того, чтобы закрепить на ней колонку. Потому что обычная колонка закреплена на металлической трубе, которая выходит из скважины. Но так как у нас нет такой трубы, мы просто делаем подвод, то нам нужна какая-то платформа. Ну, это, вы сказали, сходство, это электрика. А сколько обошлось все месяцы с электрикой, с насосом? Ну, так, на штифу. Не обязательно говорить там до копейки. Сейчас, я думаю, что, наверное, где-то до 30. До 30 тысяч, да. Самый дорогой был насос. То есть, получается, что наши цветоводы, наши цветоводы, они могут сами сделать, исходя из... Да, причем, вы можете сделать на более маленький насос, у вас будет дешевле, то есть, Вы можете уйти от этой автоматики, если вам не нужно уезжать и бросать поле, да, самостоятельно. То есть, вы еще удешивите систему. Главная, вот, хитрость, которая мне облегчила жизнь, это подключение колонки выше насоса и то, что можно, если грязная вода, то можно поставить центрифугу, чтобы постоянно не мыть фильтры. Значит, полив сделан под какую систему? Систему? Под капельный полив. То есть, у нас сделан под капельный полив, но, если бы у нас был голден спрей, то, в принципе, там, так как тоже нужна чистая вода, эта система была бы тоже очень... То есть, можно под... Да, она подходила бы, да, на зонтике, там не нужна такая чистая вода, вот, там, ну, как бы, можно и без этой системы обойтись. А какую площадь, ну, так, накрывает, чтобы надежно? Надежно накрывает 40 соток, вот, мне кажется, что может даже и 50 накрыть, мы не пробовали, но 40 соток точно накрывает, у нее остается небольшой запас по производительности. я рассчитывал, исходя из потребления 1,2 литра на метр капельного полива, у нас 10 сантиметров отверстия в капельном поливе, и исходя из моей длины рядов. То есть, просто рассчитал математически, сколько может выдать насос и сколько потребляется воды в моей площади. Все зависит тоже от густоты рядов, например. Если у вас ряды более густые, чем у меня, то, соответственно, у вас накроется меньшая площадь. Ну, что можешь пожелать нашим цветоводам, нашим телевизорам? Я хочу пожелать вам удачного полива, и как можно больше автоматики вводите, не бойтесь этого, не бойтесь расходов, потому что действительно облегчает жизнь и делает уход за цветами более приятным. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok